МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы готовы принять свое чудо? Если готовы, скажите «Аминь». Аллилуйя! 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 Дай мне новую жизнь! Господь Иисус! Войди в мое сердце! Будь моим спасителем и моим Господом я принимаю решение следовать за Тобой все дни моей жизни. В этот особенный момент я хочу сказать спасибо всем партнерам миссии Христос для всех городов. Благодаря вашим молитвам и финансовым пожертвованиям посмотрите, что происходит в Карачи. Название моей проповеди «Удивительный Бог с удивительной любовью». Он удивительный. Он могуществен. Он силен. Он велик. И вот в чем его величие. Насколько он удивителен. У него также есть удивительная любовь по отношению к нам. В Библии в первом послании Иоанна 4.7 Написано «Возлюбленные будем любить друг друга потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Кто не любит, тот не познал Бога потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 11 стих «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». не то, что у Бога есть любовь, Бог является любовью. «Возлюбленные, но и мы должны любить друг друга». Он любит нас. Он любит нас. Он любит вас. Он тронут тем, что происходит в вашей жизни. «Все ваши проблемы касаются Его сердца», потому что Бог любит вас. Он озабочен тем, что заботит вас. «Все ваши проблемы касаются Его сердца». Библия говорит, что Бог возлюбил нас, потому что Бог есть любовь. «Все, что Бог делает, Он мотивирует любовью. Поэтому Он прощает грехи. Поэтому Он исцеляет от немощей и болезней. Поэтому Он освобождает людей». Знаете, что Библия говорит? Что говорит Божья книга? Божья книга говорит в Иоанна 3,16, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Хочу, чтобы вы увидели это. Бог любит мир. Бог любит вас. Может быть, никто в этом мире вас не любит. Может, даже ваши родители вас не любят. Может, ваши друзья вас не любят. Может быть, ваш муж или жена вас не любят. Но есть Бог на небесах, который любит вас, который любит вас. И Он заботится о вас и хочет дать вам добрые дары. Он любящий Бог. Он добрый Бог. Скажите «Аллилуйя!» «Слава Богу!» Написано, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, кто уверует в Него, слово «каждый» означает «любой человек», мужчина и женщина, молодой или пожилой, образованный и необразованный, африканец, азиат, европеец, американец, «любой человек, который уверует, мужчина, почему Божья любовь настолько удивительна?» Причина, почему Божья любовь удивительна, потому что Его любовь сострадательна. Бог является Богом сострадания. Он переживает за вас. Он переживает вашу боль. Он чувствует ваше разочарование. Он чувствует вашу усталость. Он заботится о ваших нуждах. Наш Бог является Богом сострадания. Он тронут вашими проблемами. Он тронут вашей болью. В Библии, в Божьей книге находится история в Евангелии от Луки, 7 глава, 12 стих. Здесь говорится о Божьем сострадании. Когда же Иисус приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народу шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжарился над ней и сказал ей, «Не плачь». «И подошед, прикоснулся к адру, несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить и отдал его Иисус матери его. Это Божье сострадание. Это Бог, о Котором мы говорим. Там была мать. Ее муж умер. И она стала вдовою. И затем ее единственный сын умер. Она была оставлена одинокой. Все, что она могла делать, только плакать, рыдать, плакать и рыдать. Люди приходили отовсюду, чтобы утешить ее. Утешение людей ограничено. Они могут только поплакать с вами, но не могут изменить вашу ситуацию. Но Божье утешение, Божья любовь, Божье сострадание отличается. Бог не только может поплакать с вами, но Он вытаскивает вас из ваших проблем. Бог прощает ваши грехи. Он исцеляет ваши болезни. Бог освобождает вас. Божья любовь меняет вашу жизнь. Иисус увидел эту женщину. Увидел боль в ее сердце. Она потеряла своего сына. Она переживала боль. И затем Божье сострадание двигалось по отношению к ее боли. Может быть, вы сегодня переживаете боль? Если вы переживаете боль, тогда Бог смотрит на вас состраданием. Иисус пришел и увидел эту женщину. Она плакала. Все плакали. Было так больно. Может, и вы плачете сегодня по причине рака, по причине высокого кровяного давления, сахарного диабета или артрита, по причине слепоты или глухоты, чтобы не заставляла вас плакать. Иисус пришел и Он изменит вашу жизнь. И вместо плача Он даст вам радость. И вместо боли Он даст исцеление. И вместо греха Он даст вам праведность. Потому что Его любовь сострадательна. Иисус сказал этой женщине «Не плачь. Не рыдай. Все закончено». Он говорит и вам сегодня «Не плачь. Не рыдай. Я все исправлю. Я уберу проблемы. Я уберу болезни. Я уберу боли. Я исцелю твоего сына. Я исцелю твою дочь. Я изменю твою ситуацию. Это слово Господа к вам. Перестань плакать. И начинай верить. Не плачь. Верь в Бога. Верь в Бога. Верь в Иисуса. Верь в Его Слово. И ты получишь свое чудо во имя Иисуса. Иисус подошел к умершему молодому человеку и сказал «Молодой человек, поднимайся. Возвращайся к жизни». И этот мертвый человек поднялся. Он ожил и начал говорить. И Иисус взял молодого человека, привел его к матери и его мать, которая до этого плакала. Но сейчас уже начала плакать слезами радости. И когда Бог завершит свою работу сегодня, многие люди будут плакать, но это будут слезы радости. Это будут слезы празднования, потому что Божье прикосновение приносит радость. Вы можете сказать «Пастор Генри, почему ты проповедуешь?» Потому что Иисус сказал слова и этот мертвый человек поднялся. «Я жил». Поэтому я говорю Божьи слова, чтобы вы могли быть исцеленными. И если вы уверуете в Божьи слова, которые слышите сегодня, тогда вы примете свое чудо. Я помню, как однажды проповедовал в Украине. Там был молодой человек. Ему до этого сделали операцию и убрали коленную чашечку. И он пришел на подобное собрание. Я проповедовал там так же, как и проповедую сейчас. И помолился так, как и помолюсь на этом собрании в конце. И затем он сказал, «Пастор Генри, я чувствовал огонь в колене. Что происходит с моим коленом?» Я спросил, «А там была боль?» Он говорит, «Да». Я спросил, «А сейчас есть боль?» Он сказал, «Нет». Он вернулся к доктору. И этот врач сказал, «Это невероятно. У вас новая коленочашечка. Что с вами произошло? Вот что делает сила Божья. Скажите «Аминь». Аминь. Как и две тысячи лет назад, сегодня любящий Бог прикасается к людям, освобождая и исцеляя их. Его любовь способна сдвинуть любые горы и изменить любые обстоятельства. Он был глухим. Никогда не слышал ни одного слова. Сейчас ему 40 лет. Иисус пришел, чтобы спасти его и открыл его уши. И мы радуемся. Бог блесит тебя! Вы можете присоединиться к служению пастора Генри Мадава посредством личной молитвы и финансовой поддержки и через это стать соучастником в Великом Деле Божьем. Для этого зайдите на сайт Церкви Победа или позвоните по телефону, который видите на вашем экране. Пастор Генри, этот мужчина упал с мотоцикла один год и четыре месяца назад. Он ходил с помощью палочки, но сейчас исцелился и ходит без нее. Он говорит, что чувствует, что кость исцелилась. И он говорит, что он знает, что его нога исцелена. Теперь идите ко мне. Этот человек исцелился. Давайте воскликнем Аллилуйя! Ее правая сторона была парализована. Сколько времени? Один год. Что вы не могли делать раньше, а сейчас можете делать? Она не могла поднимать вверх руку, а сейчас поднимает ее. Покажите. Ее рука была раньше парализована. И также сейчас она может двигать ногой. Давайте пройдемся вместе. Ее нога также исцелилась. Слава Богу! Давайте воскликнем Аллилуйя! Спасибо, Небесный Отец! Она была парализована. И сила Божия исцелила ее. Пусть Бог благословит вас. Она плачет. Я говорил вам об этом вначале. Это слезы радости. Это Божия любовь. Да благословит вас Бог. Давайте все вместе воскликнем Аллилуйя! Посмотрите на эту женщину. 12 лет. Она не могла приседать по причине боли в коленях. А сейчас она плачет от радости по причине Божьей любви. Она коснулась ее. И сейчас она здорова. Спасибо, Иисус! Давайте воздадим Иисусу аплодисменты хвалы. У нее был нарост на этом месте. Три года у нее был нарост на щитовидной железе. Но этот нарост исчез. Слава Богу! Спасибо, Иисус! Да благословит тебя Бог! Бог благословит тебя! Оказывается, сила Божия может сходить и можно почувствовать и она убирает болезнь. Вы можете закрывать мне правое ухо? У меня слышите? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. Слава Господу! Это ухо открылось. Да и да благословит С 4 лет их понимала только мама и сейчас я с ними разговаривала и я могу их понимать и они мне отвечали. Скажи, я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса. Скажи, я люблю Господа. Я люблю Господа. Дайте аплодисменты, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok